Новые Самары Новая дорога в Новой Самаре Она появится в микрорайоне уже в этом году По региональной программе развития жилищного строительства в Самарской области Дорога соединит Московское и Красноглинское шоссе Почему ее будут строить с тахановскими темпами Расскажет Сергей Кизоркин Новая дорога в микрорайоне Новой Самары Нужна как воздух, убежден местный житель Андрей Висенко Сейчас на мехзавод по делам и друзьям Он добирается в объезд по магистрали Новая дорога не только сэкономит время Но по ней в поселок поедет общественный транспорт А значит добраться до школы будет удобно и быстро Учебные заведения на 1200 мест обещают построить в 2020 году К 1 сентября по программе Стимул Нацпроекты жилье и городская среда Основная масса жителей это жители с маленькими детьми И дошкольного возраста, и школьного возраста У нас и старшая дочка в школу ходит, маленький в садик Поэтому в перспективе нам очень нужна и школа, и дорога Как бы живем в 21 веке, поэтому надо идти в ногу со временем Двухполосная дорога протяженностью почти в полтора километра Соединит две самые важные транспортные артерии Самары Московское и Красноглинское шоссе Рядом с ней с двух сторон появятся парковочные карманы и тротуары Остановки общественного транспорта и освещения Дождевая канализация До этого протянут сети водоснабжения и водоотведения микрорайона Дорога имеет большое социальное значение Она пройдет вдоль территории и будет подходить к школе Поэтому там будут безопасные переходы Лежачие полицейские, то есть она будет полностью безопасной Но эта дорога очень нужна, потому что в эту школу будут ходить не только дети Микрорайона Новая Самара, но и дети Смехзавода Строительство транспортной артерии начнется на следующей неделе А ближе к новогодним праздникам по ней уже поедут первые автобусы Сергей Кизоркин, Григорий Плешаков, События Скоро в школу в Самаре к осени готовят все образовательные учреждения В том числе и те, где сейчас идет ремонт На стройплощадке заглянула глава города Елена Лапушкина Она проверила ход работы и готовность объектов к новому учебному сезону О темпах строительства расскажет Мария Левина Строительство детского сада на Ташкентской в разгаре Над новым домом для малышей трудится 42 человека Стройка не останавливается ни в выходные, ни ночью Сейчас рабочие занимаются перекрытиями на втором этаже Буквально на днях здесь появятся стены По благоустройству ПТС, ПСКС как? По сетевикам у меня все понятно Там есть рабочий момент, но там проблем нет Где-то ближе к концу августа, чуть раньше даже, чем планировали Будем выходить на ту заплату, на ту сторону Уже на благоустройство? Да Не отстают по темпам и на Георгия Ратнера Детский сад, рассчитанный на 150 малышей, огромен по площади Здесь запросто заблудиться Сейчас занимаются внутренней отделкой На втором и третьем этажах уже уложили настенную плитку в туалетах И отшпаклевали все остальные комнаты Вы обратили внимание, что остекление детского сада Очень прозрачное, большая площадь остекления Поэтому помещение физкультурного сала Очень светлое, хорошее, чистое получится Таких детских садов я еще не строил Хотя в строительном бизнесе подрядчик уже больше 10 лет Благодаря опыту и интересу к проекту Работают здесь с энтузиазмом Уже в этом месяце начнут заниматься детскими площадками вокруг здания Их будет 6 Сдадут детский сад, как и планировали в декабре А вот капитальный ремонт в 46-й школе уже подходит к концу С 1 сентября за партой сядут 800 детей Директор Людмила Иванова показывает свое хозяйство И рассказывает, ремонт был необходим Последний раз он был в начале 90-х В 2000-х детей стало больше в два раза И тут старые коммуникации и отсутствие ремонта дали о себе знать Директор радуется переменам Такой красивой, нарядной школы, наверное, не была никогда Современной, стильной Поэтому, конечно, это вторая жизнь школы После ремонта здесь появится второй спортзал Интерактивное оборудование и современные тренажеры Преображение не только внутри, но и снаружи На площадке по соседству со школой вывезли все гаражи Мария Левина, Максим Гусев, События Осторожно, мошенники! В Самаре участили случай, когда в дверь звонят аферисты Они представляются сотрудниками газовой службы Рассказывают о необходимости приобретения дорогостоящего оборудования И убеждают людей отдать им последние деньги Как не обмануться, знает Елена Малюцина Надежда Кузнецова встречала сотрудников Горгаза на пороге дома Вспоминает, тогда и подумать не могла, что люди в форме могут обмануть Она остро нуждалась в консультации газовиков В ее доме подтекал котел и стоял вопрос о его замене Женщина и не подозревала, что впустила в дом мошенников Вот как школьная указочка деревянная Прикоснулась к коробу котла Говорит, да, да, у вас утечка газа У нас есть такой прибор, который следит за утечкой газа У меня это было проблемно, я как-то даже не додумалась И уже после, когда они вышли, я уже после поняла, что это мошенники Надежда Николаевна вспоминает, опомниться не успела Как отдала 5000 рублей за газоанализатор, который стоит на деле в 5 раз меньше Глупым дуракам старым, да, они в общем по льготной цене по 5000 Я говорю, у меня сейчас денег таких нет Я говорю, я схожу в Горгаз и там куплю, если это необходимо Они говорят, да нет, ничего, что вы туда будете ходить Вот у соседей есть деньги Но я видела, что они 16, вот они только что купили Протекающий котел пришлось сменить А прибор без надобности так и пылится на полках Женщина выиграла несколько судов, но деньги мошенники так и не вернули Надежде Николаевне еще повезло Сумму мошенники называют, мгновенно оценивая благосостояние хозяев дома Иногда она доходит до 30 тысяч рублей Необходимо гражданину, во-первых, обратиться с письменной претензией к продавцу Указав, что данный прибор им не нужен, что и ввели в заблуждение по факту обязательности установки данного прибора После этого необходимо обратиться в управление Роспотребнадзора по Самарской области Представив все необходимые документы по данному делу При себе нужно иметь паспорт и все документы, которые выдал мошенник После их изучения сотрудники Роспотребнадзора подадут исковое заявление в суд для защиты интересов конкретного потребителя По такой же схеме действуют продавцы постельного белья, водных фильтров и медицинских приборов Бывает, что покупателям тут же предоставляют кредит на покупку Если в вашу дверь позвонили и представили с сотрудником Гургаза или другой службы Нужно обязательно позвонить в профильное управление и уточнить, ведутся ли в доме какие-либо проверки Елена Малютина, Николай Сидоров, События Туристические поездки в никуда в Самаре, судя директора турагентства, которая брала со своих клиентов деньги Но дальше в Средней Волге они не уезжали Кто виноват и что теперь бизнесвумен за это будет, выяснил наш корреспондент Вместо тура в ГОА детские слезы Наталья Лесина целый год копила деньги, чтобы съездить с внучкой в экзотическую страну на новогодние каникулы В декабре прошлого года она отдала деньги Юлии Петрищевой, директору турагентства «Горящие туры» Но поездка так и не состоялась По версии Петрищевой, из-за того, что ее фирма лопнула Деньги Лесиной она так и не вернула Для внучки это была вообще трагедия Она и на вечер не пошла, на Новый год, на новогодний в школе Всем объявила, что она летит в ГОА Хотелось бы, чтобы ее посадили Наталья Лесина не единственная потерпевшая В деле Петрищевой еще восемь пострадавших В суде Юлия Петрищева объясняла то, что она не возвращала им деньги по разным причинам Туроператоры, с которыми она работала, банкротились Ну а деньги пострадавших, по словам Петрищевой, уходили на компенсации другим туристам В суде она обещала продать квартиру, чтобы раздать эти долги Юлия Петрищева обвиняет в совершении восьми преступлений, предусмотренных в части 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации Ущерб от действий Петрищевой составил свыше одного миллиона рублей Она, будучи директором организации «Горящие туры», заключала договора на предоставление туристических путевок В итоге данные потерпевшие к месту своего назначения не прибыли По данному уголовному делу проходит восемь потерпевших Ущерб некоторым потерпевшим частично возмещен Сейчас Юлии Петрищевой грозит до шести лет заключения Окончательный вердикт за судом Александр Шугаев, Семен Безгинов, Дмитрий Мешканцов, События Есть в Самаре место, аналогов которому нет нигде в мире Горожане нежно прозвали его «Заволга» Именно так, с ударением на первый слог Это больше, чем просто пляж Люди разбивают здесь лагеря, обустраивают быт и живут все лето Сюда переезжают и из других городов На разведку в безвизовый курорт отправилась и Мария Левина С головой в лето вдоль правого берега Волги растянулись десятки палаточных лагерей Их начинают ставить в мае, а живут здесь практически до октября Пока погода позволяет Если несколько лет назад это был больше походный отдых без благ цивилизации То сегодня уже продумано все до мелочей Жить здесь стало комфортно Это солнечная батарея От солнца питает энергию Заряжается аккумулятор То есть вечером у нас всегда есть свет Пожалуйста, телефон может зарядить Александр Бадаков приезжает сюда на все летние выходные вот уже 8 лет подряд Рассказывает, сам вырос под Винновкой Сейчас детям показывает все прелести родной Волжской земли Зачем куда-то ехать, допустим, за тысячи километров куда-то Когда у нас своя есть природа, свои красоты Приготовление еды на костре можно оставить для души В лагере есть кухня с газом, голодными здесь не ходят Погода летом на правом берегу, как правило, жарче, чем в городе Поэтому пару лет назад отдыхающие выкопали полутораметровый погреб Чтобы освежать напитки и продукты Всего в лагере 7 палаток Компания собралась дружная, рассказывает Александр За годы совместного отдыха уже как родные Ну и вот, авеню Ромашка Наши палатки Приезжают в лагерь и из других городов В том числе заволжская жизнь пришлась по вкусу и гостям из столицы Сергей Михайлин приезжает в Самару к родителям И не упускает возможности отдохнуть за Волгой Это же самый кайф, подальше от этой цивилизации, палатки Забыв о том, что надо куда-то идти, куда-то ехать За временем вообще не следишь Так что в этом все и поэзия Я, наверное, на пятизвездный отель это не променяю Многие коренные самарцы полюбили Заволгу Именно так, с ударением на первый слог и в одно слово Называют все то, что находится на правом берегу в Самаре Курорт, на который не нужно добираться несколько часов с тяжелыми чемоданами Достаточно 20-минутной поездки на катере И ты уже в одном из самых живописных мест на Земле Мария Левина, Николай Епифанов, События С нами едет ревизор За качеством перевозок в самарских автобусах будут следить тайные агенты К социально значимой акции присоединился и наш корреспондент Анатолий Головко Теперь ни одно нарушение не останется без внимания В Самаре стартовала акция «Тайный пассажир» Любой желающий сможет проконтролировать работу водителей и кондукторов общественного транспорта На первый взгляд они ничем не отличаются от обычных горожан Неприметная одежда не выдает в ревизорах тайных пассажиров Они будут фиксировать все нарушения на специальных планках И выставлять оценки сотрудникам компании-перевозчика по нескольким критериям Качество обслуживания, корректность взаимодействия с пассажирами Соблюдение правил перевозки и правил дорожного движения Александр Медведев уже успел выйти на свой первый маршрут И поделился впечатлениями от поездки К персоналу претензий нет Вовремя объявляются остановки Обелечивается нормально Я применил бесконтактную систему оплаты Очень удобно Стоит отметить, что представители транспортной компании Сотрудники профильного департамента работают над улучшением качества перевозок Не только в салонах автобусов Они также учитывают мнение пользователей глобальной сети Мы активно взаимодействуем с нашими пассажирами И с ними общаемся в социальных сетях Оперативно реагируем и устраняем те замечания, которые нам присылают Кондукторы такой акции только рады Ведь тайные пассажиры следят не только за контролерами и водителями Они пристально наблюдают за так называемыми зайцами Которые предпочитают не платить за проезд Люди разные же тоже бывают, понимаете? Некоторые, как говорится, колонны Может быть, да? То есть выявляют, значит, нарушители Я так считаю Напомним, что акция «Тайный пассажир» будет проходить в Самаре до конца августа Чтобы стать ее участником, необходимо направить заявку В адрес компании-перевозчика по электронной почте Организаторы обещают наградить всех неравнодушных граждан памятными подарками Анатолий Головко, Константин Головин События Далее коротко о других событиях дня Главная магистраль города, Московское шоссе, оказалась скованной после аварии Которая произошла на частично прикрытой из-за ремонта улице В четверг вечером жители Самары оказались в транспортном плену Там проводят ремонт теплокоммуникаций Из-за работ на теплосетях дорогу сузили до двух полос в каждую сторону Пробка растянулась на несколько километров Она начиналась на пересечении Мичурина и Владимирской И заканчивалась в районе станции метро Московская В Самарской области завели уголовное дело в отношении адвоката Его подозревают в приготовлении к убийству по найму своей бывшей девушки В начале июля полицейские узнали, что 47-летний адвокат из Жигулевска ищет исполнителя для убийства Мужчина, который является членом адвокатской палаты Самарской области, решил расправиться с женщиной из-за личных непривязненных отношений 31 июля в Тольятти киллер рассказал подозреваемому, что совершил убийство Заказчик передал ему 2 миллиона рублей, после чего был задержан полицией В Самаре продлили ограничение движения транспорта в районе строительной площадки Фрунзенского моста Об изменениях сообщили представители городской администрации До 30 ноября будут действовать ограничения на Молдогвардейской от Молдогвардейского спуска до Комсомольской Комсомольской от Молдогвардейской до Комсомольской 74 На несчетной стороне Комсомольской на пересечении с улицы Фрунзе и на Чапаевской от Комсомольской до Фрунзе Также до полуночи 31 октября продлили ограничение движения по улице Степана Разина На участке от Крупской до улицы Князя Григория Засекина До этого же дня временно прекратили движение на следующих улицах Крупской от Степана Разина до Фрунзе Фрунзе от Крупской до Комсомольской И по улице Куйбышева от Крупской до Комсомольской 104,5 миллиона рублей собираются потратить в Самаре на проект Масштабной реконструкции драматического театра Которая захватит даже Струковский сад Деньги пойдут из регионального бюджета А исполнители выберут в начале сентября Он должен будет разработать проект до 20 января следующего года Согласно конкурсной документации Переделать планируется не только старинное здание театра В планах построить второй зал прямо на территории Струковского парка И соединить его мостом через улицу Куйбышева со старым корпусом В новом театре хотят создать зал на 650 зрительских мест С оркестровой ямой, гардеробой и кафе Самарская областная станция переливания крови испытывает нехватку материала в банке крови Сейчас дефицит крови Первой группы положительного резус-фактора Второй и третий групп и положительного и отрицательного резус-факторов Крови четвертой группы пока достаточно Стать донором можно ежедневно по будням с 8 утра до часу дня По адресу Самара, улица Новосадовая, 156 В Самаре голубые береты отметили 89-ю годовщину воздушно-десантных войск На празднике встретились старые сослуживцы из десятка российских городов А юные кадеты прошли парадом За праздником наблюдал наш корреспондент Этот праздник для нас, кто здесь собрался, это состояние души Эти два года они незабываемы Они за эти два года из мальчишек нас сделали мужчин Мы собрались, вот нас 24 человека, вот эта компания Приехали начиная от Краснодара и заканчивая Иркутском Фердаус Каримов отметит день воздушно-десантных войск В Самару приехал из Уфы Здесь его встречали сослуживцы, которые после военной службы разъехались по всей России Каждый год дружная компания встречает этот праздник в разных городах Десантники говорят, что праздник – отличный повод увидеть старых друзей Другие ребята приезжают Другие, которых не видел 40 лет Подполковник Афанасьев стоит Афган прошел, он был командиром рота пятый Новые лица, новые встречи, новые ощущения И мы с каждым годом становимся все старше и старше Ни один рот войск не празднует так, как мы Это гордость Это самое лучшее, что у нас было в войсках И что сделал дядя Вася Десантников поздравили первые лица города Военных наградили памятными знаками и грамотами После чего возложили цветы к вечному огню на площади славы Разрешите мне довести поздравительный адрес губернатора Самарской области Дмитрия Игоревича Азарова Поздравляю вас с днем воздушно-десантных войск Этот праздник тех, кто глубоко предан родине Кто знает, что такое кодекс чести и воинский долг От всей души желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, благополучия и мирного неба над головой Ветераны ВДВ участвуют в социальной и общественной жизни нашего региона Мы благодарим вас за это Именно благодаря вашему участию растут сегодня с военным патриотизмом наши дети Отметили день ВДВ и в военно-спортивном центре «Юность» Юных кадетов поздравили первые лица области После концерта кадеты прошли парадом Этот праздник я отмечаю еще с детства Так как у меня, еще раз повторюсь, отец служил в военно-десантных войсках И как бы уже третий год в этот день, в эту дату я выношу знамя Российской Федерации Здравствуйте, товарищи кадеты Здравия желаю, товарищи федералы, фенат! Желаю вам крепкого здоровья, чтобы все хорошо учились Впоследствии поступили в военное училище Ну а главный концерт в честь Дня ВДВ традиционно прошел на четвертой очереди набережной Елена Малютина, Семен Безгинов, Василий Колдашов, Максим Гусев События От бытовых зарисовок до салонной живописи в Самаре открылась выставка «Великие Маковские» Чем интересна работа этих художников, узнал наш корреспондент На выставке «Великие Маковские» в Самарском областном художественном музее было не протолкнуться На суд зрители представили работы династии художников Владимира Константина и Александра Маковских В экспозиции более 40 картин – половина из запасников Самарского областного музея Когда-то эти работы хранились в собраниях известных купцов Шихабаловых Часть картин предоставили музеи Саратова, Ульяновска и Нижнего Новгорода Для нас это новая практика и она очень интересная Тем более, что это было очень сделано в сжатый промежуток времени И работал весь музей, трудились и днем, и ночью И как-то это было настолько творчески интересно, ярко То, что мы сегодня имеем – это высококлассный проект, которому гордится музей Выставка уникальная, потому что такого вот такого собрания четырех музеев действительно никто не делал И вот сегодня выставка Маковских, ну практически в завершении лета Я думаю, что она будет одной из самых посещаемых Я думаю, это хороший повод даже для столичных любителей живописи к нам сюда приехать Все Маковские работали в жанре реализма, но каждый выбрал свое художественное направление Поэтому экспозиция – это яркий спектр российской жизни XIX века От бытовых зарисовок и салонной живописи до пасторальных сельских картин Из собрания Ульянского областного художественного музея взяли три работы Это, безусловно, хит, как сегодня любят говорить молодежь Это работа Константина Маковского «Боярышня за чаем» Уникальность любой картины Маковских в искренности Мы видим, прошел век, но все равно люди подходят, люди фотографируются Посмотреть на работы художников-передвижников пришли и эксперты-искусствоведы, и простые зрители Все они единодушны в том, что работы Маковских до сих пор актуальны за счет откровенного взгляда на жизнь Взять хотя бы вопрос пенсии Вот эта картина о получении пенсии, на мой взгляд, самая интересная У Маковского есть, как во всех его работах, тех, кто я посмотрел Есть, конечно, то, что мой коллега назвал какой-то ужас реального То есть за их лицами кроется какой-то ужас Ужас вот этой вот повседневной жизни русской Которую, конечно, Маковским интересно было изображать В надежде ее вам можно исправить Впечатления от картин замечательные Все живое, все настоящее Ну, великие люди Жизнь, нашу историю, правду Увидеть картины великих Маковских в областном художественном музее Можно будет до 29 сентября Александр Ломаев, Семен Безгинов, Константин Головин, События Футбольный клуб «Крылья Советов» и одна из пивоваренных компаний «Самары» заключили контракт На матче «Крылья Советов» локомотив, который состоится на «Самар-арене» Теперь можно будет приобрести безалкогольный пенный напиток Вырученные деньги с продажи будут направлены на развитие детского и профессионального спорта Сейчас в России активно обсуждают возвращение слабоалкогольных напитков на стадионы Пить их можно будет только в подтрибунах кафе Напомню, пенный напиток на стадионах не продается уже 14 лет После скандального матча Россия и Япония, когда пьяные футбольные фанаты устроили дебош Исключениями стали два спортивных события Кубок конфедерации 2017 и Чемпионат мира 2018 Мы долго этого ждали события, но не только мы Наверное, весь город ждал Я считаю, что деликатное, умеренное потребление пива Оно скрасит матч Оно даст дополнительный доход клубу Который может вернуться к болельщику как более интересной созидательной игрой На этом наш выпуск завершен Мы рады вам сообщить, что число просмотров нас на Ютьюбе превысило 23 миллиона Смотрите передачи «Саморегист» на нашем сайте и в его мобильной версии, а также на Ютьюбе Удачи вам, увидимся! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»